Господа, перед тем, как начнется весь балаган с автомобилем, спешу вам рассказать, что у меня по-прежнему бродят мысли об открытии собственного сервиса и в связи с этим я начинаю гуглить всякие магазины по сервисному оборудованию Вот нашел один из таких, называется kualda.ru, интернет-магазин, в котором можно закупить любое профессиональное оборудование для сервисов а также инструмент, который может пригодиться вам и даже заканчивая сварочными аппаратами, в нем все есть Плюс это не только интернет-магазин, но еще целый интернет-портал, блок, в котором люди общаются, рассказывают о новинках инструмента обсуждают его качество и самое главное, там часто выскакивают всякие акции то есть можно интересующую вас позицию мониторить и когда она по вкусной цене вдруг выскочит, ее можно оперативно купить Все ссылочки на этот магазин я оставлю в описании, проходите, проверьте это все лично и закупайте всем интересующим вас инструментом kualda.ru Господа, первое, что бы сейчас ни происходило, попытайтесь воспринимать это адекватно Все в порядке, этому есть логическое объяснение Мы сейчас покупаем еще один TAS Успокойтесь, успокойтесь, все хорошо Я вам сейчас все объясню Так надо Да, да, это выглядит странно, потому что это пятая машина за неделю, которую мы покупаем Но вы сейчас все увидите Не переключайте канал Значит, смотрите Имея в запасе 30 тысяч рублей 33, видимо, с торгом, вот как сами видите Можно приобрести автомобиль Причем предложений таких на рынке лопатой, друзья Просто берешь эвакуатор и по городу за день можно штук 5-7 собрать даже несмотря Десяток, двенашек, одиннадцатых Примерно за 30 тысяч рублей Есть варианты там с 7-8 года без документов Но нам это не надо, но они такие тоже стоят Но типа утилизировано Сейчас модная такая фишка, утилизировано Причем в наличии ни документов, ни номеров Но утилизировано Если бы она была утилизирована, у тебя бы доки на руках остались Это не проблема, или номера Не обязательно их сдавать при утилизации Короче, мы берем нормальную тачку, которая ездит с доками Типа завел, сел, купил, все легально, ДКПшку оформил и поехал День добрый, не подскажешься, наткнулся на объявление, что продаете автомобиль ВАЗ-2110 Скажите, а где и когда его можно посмотреть? В любое время там адрес написано Туда подъезжайте, смотрите во дворе, понравится, звоните, подъеду Ну, в принципе, нам бы проще сразу с вами пересечься Чтобы не оказалось, что мы подъедем, допустим, а вы не сможете Не, я смогу, я здесь на районе А, хорошо, мы вас поняли Скажите, а если через часик подскочим, нормально будет? Да, да, подъезжайте, вы смотрите, но имейте в виду, что торга у меня нету Хорошо, давайте, мы через часик подъедем, и я вас наберу Давайте Спасибо Так-так Так-так, и номера так То есть, смотрите Короче, если у нас два номера, то это получится так и так Погоди, диски Ничего себе, резина-то вообще, смотри, нормальная Тринадцатая, опять тринадцатая Вы в тот раз в комментах писали, что, типа, жига на шестнаре не может быть на тринадцатых дисках Это вторая жига на шестнаре, у которой на тринадцатые диски, я не понимаю, почему А брали мы строго на шестнаре, то здесь тоже должен быть шестнарь Я надеюсь, что я не ошибся, потому что, знаете, бывает в объявах пишут 92 лошади, а фактически это восьмиклапанный мотор Вот это будет боль Но это все вот так, как вам сказать То есть, она есть, да Ее можно даже То есть Ну, номинально это тачка Но живого элемента пока ни одного не найдено И в итоге с этой тачки сейчас брать-то нечего Только резина бодрящая, кстати Как и на той тачке, да Самое ценное, что есть жиги, это резина с дисками Просто, а они, кстати, неплохие Бампер Фонари нормальные Вот, а это нормальные Этот фонарь нормальный тоже Да, вы знаете, мы машинку посмотрели Нас внешне все устраивает Она прекрасна Вот, теперь требуется ваше присутствие, чтобы там завестить и посмотреть на мотор, капотик Если коротко, доки есть? Все, порядок Заводит? ТТС, СТС заводится, едет, нареканий нет Тормоза, 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 ручник работает, все пар Фары светят, фонаристы покисят ТТС, СТС заводится, едет, нареканий нет Тормоза, тормоза, ручник работает, все фары светят, фонаристы покисят ТТС, СТС заводится, едет, нареканий нет Тормоза, тормоза, ручник работает, все фары светят, фонаристы покисят ТТС, СТС заводится, едет, нареканий нет Тормоза, тормоза, ручник работает, все фары светят, фонаристы покисят ТТС, СТС заводится, едет, нареканий нет Тормоза, тормоза, ручник работает, все фары светят, фонаристы покисят раунд открыть завести можно оп 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 подкатывает банда здорово много звонят я не понял судя потому что как судя потому что ты уже говоришь что я не буду приезжать смотрите без меня короче давай заберу а вы тоже хотели купить вообще то да а что не срослось да ладно я на пять минут раньше вас прикинь на пять минут раньше вас я успел выдернуть вот эта тема до тачка ты говно да короче так она фафло но раздербанить вообще сенокос у меня жатой кузов даже забрали понимаешь от него ничего не осталось вообще ничего ты на ней поедешь конечно она чем еще в идеале как а то чем еще ехать вопрос то каков какое отношение к ней этот парень имеет вообще его ли это была тачка понимаешь хотя дкп есть за двадцатку то есть я на месте просто приехал слил значит 13 штук и все не 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 тут один фаркоп на чирик тянет ты чего тут все нормально номера так а так это практически так и так так и так два номера все все серьезно ребенок машине не ну тут на полтос минимум ребят прям сейчас отдам без торга он жесткий сказал что нет даже не даже не для тебя ягодка росла там тостелит я гели-ели джанни шевелит ага финик или гели-гели тут вас в деле понял не гоните лет классик девять тоннеров короче север там тостелит я гели-ели джанни шевелит финик или гели-гели ну слушайте тот двинарь наверное бодрее был все таки согласимся вот реально бодрее потому что моторный щит смотри вжух вжух то есть из-под какого поезда вытащили эту тачку после последнего дтп я боюсь представить просто а ну капот был белый это естественно да понятно при покраске радиатора не снимали он на нем синяя краска то есть как это вот все было да фары тоже не снимали то есть видимо это от чего-то варили да и сверху баллончиком просто бахнули но видимо тоже от чего-то белого то есть был донор это была демонстрационная версия автомобиля он только на момент продажи работал теперь я понимаю зачем в комплекте три ключа смотрите смекалочка вы просто снимаете ключ включаете здесь зажигание главное передачу не стоит идете заводить мы не первый день шоу-бизнесе отлично вот для этого и есть дополнительные ключи пацаны новые поняли просто огонь едем наваливать главный прикол причем я не знаю это с полом по моему это вместе с полом ходит с куском он прикручен к полу и поднимается вместе с обшивкой вместе с дни еще вот так удобненько можно спинку не откидывать едешь сразу в нужном тебе положении вот так вот и поруливаешь ну чё класс да блин ну вот это когда трогаешься и ты так вот это она наваливает это офигенная тема мы 99 подрезали сейчас начнется таза замес как ощущение валима смотри просто нажимаешь парни на этот топ . смотри берешь нажимаешь газ а потом подробно работать ведь это можно прям solution она валит лучше круче ты там по моему этот мотор живее прямо подрывной держишься давай тормоза проверяем перед пешеходом особенно смотри Пешеходы всегда любят, когда перед ними так тормоза проверяют Они просто тащатся от этого, я знаю, они даже просят Братан, шлифани передо мной, пожалуйста, на переходе После покупки надо всегда проверять отсечку сразу Отсечка есть Вообще кайф, да? Орган как болтается Ну, самцовая тачка, ничего не скажешь Он бодрее вообще, он валит прямо, пацаны, он валит Ну, отсечка на шести, что-то странно Ну, че он, ну, че он, смотри Ну, хек, давай, давай, давай Ну, че, как он это называется? Кто так ездит, а? 65 километров в час, ай, ладно Придется овощить Нет, у нее глушак неправильно, она прям, ну, машина Здесь вот это вот, конечно А это, чтобы убрать, это надо днище поменять Ну, короче, вы поняли, это уже не вариант При всей, так сказать, ее бодрячести Это только на Зиталье тачка Ну-ка, ручник есть? Нет, ручника не помогло, да Бочком не получилось на асфальте заложить на проспекте Слушай, ну, она реально бодрая Слушай, ее прямо, вот, да Она так немножко даже тянет, ты чувствуешь? Слушай, не, она как едет И так мотор-то не напрягается прямо Не особо и ревет-то Ёкараны бабай Пацаны, 60 умножьте на 2 Ну, если вы понимаете, о чем я Да и тормоза есть Руль не бьет на торможении Ты смотри, булка Ну-ка, в поворот войдем Ёптель, походу, еле вошли Ну, ладно Все-все-все-все-все-все Все-все Смотри, включаешь вторую Едешь Нажал газ Потом тормоз Надо держаться за руль, короче Когда вот так смотришь издалека Да, да, знаете, есть тачки Которые ты как бы отойдешь так назад И вот, ну, издалека вроде ничего Нет, здесь даже издалека чего То есть Творчество пони за дверей особенно Да, мне кажется, это гуашь Это даже не акриловый, не баллончик Это что-то вот прямо оттуда украденное Понимаете, в чем прикол? Что покупать такую машину просто опасно Вы на ней разобьетесь Это такие машины Как и дизлайки и все проще Они не должны существовать в принципе в мире Их нужно утилизировать по-хорошему Но это 30 тысяч рублей Это огромные деньги, на которые можно прожить месяц Поэтому утилизировать их за свой счет Ну, просто слишком дорого Ну, люди не могут себе этого позволить Да и даже я за 30 тысяч рублей Не буду утилизировать тачку Это бред Но у меня есть решение этой проблемы То есть Мы купили эту тачку Для подписчиков Для вас Ну, устраивать какие-то конкурсы И кому-то из вас ее отдавать в таком виде Нереально Вы думаете, мы будем ее прокачивать? Да хрена лысого Мы не будем ее прокачивать Эта тачка должна уйти Ее уже не починить и никак не восстановить Я когда ту двенашку купил В личку стали писать просто массово люди Сотни людей стали писать в личку Братан, отдай то Отдай все Это что? Погоди А, это просто лак То есть человек что-то здесь лаком подкрашивал Ну, чтобы, видимо, блеск был Ладно, да Короче, стали писать Братан, отдай фары Отдай мотор Отдай маффин Отдай бортовой компьютер Сотни людей Личка просто разрывалась Пацаны все хотели раздербанить двенашку И я подумал Тазоводы, походу, очень активные парни То есть им все время что-то надо У каждого есть такая машинка Тысяч за двадцать За тридцать Боже мой Но поддерживать ее в нормальном состоянии Накладно Но глупо вкладывать в тачку за тридцатку Да, еще тридцатку Это нереально Поэтому нужно где-то шакалить И выискивать то, что по дешевке Вышло Такой крючок И это, видимо, чтобы дверь открывать с улицы Вот это вот, знаете, применяется такая тема Ага Кстати, я еще не знаю, чем занимался этот человек Но у него по всей машине обломки симок То есть постоянно Вот здесь симки, да, смотрите У него здесь в карманах Сейчас я тебе покажу Смотри, видишь Это все старые симки Короче, не знаю Я его не спрашивал Я за это не отвечаю Так вот, я решил в этот момент Что если ребятам нужно деталье То может быть открыть аналог разборки Но это дорого и больно То есть разборку открывать, понимаете Это где-то нужно эти тачки хранить Их нужно самому разбирать Короче, это вся боль Хотя разборки работают по какому принципу Они покупают целую тачку Она к ним приезжает Они ее дербанят Продают по запчастям И навариваются Но мне навариваться не надо Мне главное парням помочь с детальем А деталья в этой тачке немерено Но фактически То есть в сборе Она нахрен никому не нужна По запчастям Это бесценный кладезь всего Что может продлить жизнь Еще десяток-десяток Запаски даже нет Да ептель ты моптель Все у нас украли Вообще комплектация Самая донная, пацаны Компрессор есть Эта тачка достанется вам Я отсюда ничего не беру Даже этот компрессор Он мне нафиг не упал Все целиком остается подписчикам По какой схеме? В воскресенье я поднимаю стрим И обрисовываем следующую ситуацию Вы платите 100 рублей Мы просто поставим коробку Где-нибудь возле машины Со щелкой в которую Вы опускаете сотку И на эту сотку Вы снимаете с этой тачки Одну запчасть Любую За сотку вы можете снять колесо За сотку вы можете снять фонарь За сотку вы можете снять бампер За сотку вы можете снять руль За сотку вы можете снять мотор За сотку вы можете снять коробку За сотку вы можете снять мозги Любая деталь этого автомобиля стоит 100 рублей Таким образом, 4 колеса вам пойдутся в 400 Снимаете вы их самостоятельно То есть, вы представляете, что в воскресенье где-то там, на площадке, стоит машина И ее можно дербанить Все по 100 рублей Таким образом, вы, если вам нужен, не знаю, двигатель, коробка вам нужна, нет Фара вам нужна, капот, например, дверь вам нужна, нет 100 рублей Сиденье, 100 рублей штучка Задний диван, 100 рублей Все без обмана Причем, ну, как бы контролировать, скорее всего, это не получится Просто в коробку опускаете сатен и идете сами скручивать Тормозной диск 100 рублей, суппорт 100 рублей Нормальная тема? Во сколько и где это будет, я не расскажу То есть, вы просто узнаете в течение дня, в воскресенье Что в какой-то точке она есть И ее можно приходить и дербанить Я буду на этой же точке Таким образом, эта тачка, вернее, часть этой тачки уйдет любому из вас Кто первый приехал, тот и начинает скручивать Мы обязательно встретимся Слышишь меня, прости Там, куда я ухожу, в весна Я знаю, ты сможешь меня найти Не оставайся Знаете, тачка вся соткана из маленьких вот таких вот фишечек Которые суммарно и делают ее невыносимой для эксплуатации А все их починить будет стоить, ну там, пише 15 Ну, представляете, тогда получится тачка за полтос А за полтос вы можете купить тачку, в которой нет этих фишечек И выясняется, что чинить ее бессмысленно И выясняется, что вроде еда и ездит И стоит тридцатку всего А уже безысходность И чинить ее просто нельзя Потому что в этом нет смысла Так они и погибают, парни В воскресенье Приезжайте Ну, на стрим-канале все сами узнаете Главное не пропустить стрим И забирайте столько деталей, а сколько вам надо За каждую запчасть, оставляя 100 рублей Получится у меня собрать при этом обратно Хотя бы мои 33 потраченные тысячи на эту тачку или нет Пока же, ребят, да даже если нет Какая разница, главное барагозить Я считаю, в плане барагоза Мы сейчас наведем просто движуху Представляете, если за ней приедет реально 400-500 человек Она ее разорвут просто нахрен Вы же знаете, что ту двенашку, которую я отдал под донором в гараж 13 Ее больше нет Мне с нее даже кузов не вернули Даже саморезы они остались от нее Она вся растворилась Она вся нужна Причем все своим ребятам Мне попросили и сказали, что типа отдай двенашку Я говорю, да не, я ее подписчикам верну Они говорят, блин, надо своему человеку очень хорошему И другому своему, и третьему своему Короче, всем нужна Так же и с этой тачкой Она всем нужна Все пишут в личку Продай то, продай это Все продам, пацаны Всего за 100 рублей Почему 100 и почему просто не раздать? Ну, должен быть какой-то азарт в этом И если мы по сотке все будем продавать И оно окупится Вы представляете, сколько зарабатывают барыги на разборках тогда? Там просто платиновые горы должны лежать А то, что мы снимем в воскресенье Выйдет здесь же на основном канале Всем вам огромной удачи И пока Ха-ха-ха-ха-ха